Когда Алексей Сыровадский подъезжает в свой гараж, слышно за несколько сотен метров. Все потому, что семейный автомобиль мужчина с наступлением весны меняет на байк. Страсть к мотоциклам у нашего героя появилась еще в школьные годы. Во время занятий в кружке по мотокроссу он научился разбирать и собирать мотоцикл с нуля. Сейчас ремонтировать свой транспорт к нему съезжаются почти все байкеры Ангарска. Машина это как бы средство передвижения для семьи, для, ну, как объяснить-то, ну, это чисто необходимость. А мотоцикл это для души, то есть машина возит тело, а мотоцикл возит души, как говорят байкеры. По словам Алексея, байкерское сообщество Ангарска ходит немногочисленное, но очень дружное. С наступлением тепла ребята все чаще собираются за городом, посещают байкерские фестивали и рок-концерты под открытым небом. Как одна большая семья говорит о своих единомышленниках Алексей Сыровацкий, но о самым верном другом считает свой мотоцикл. Мотоцикл это для меня, ну, как, не знаю, как живое существо, ну, как можно назвать, ну, отношусь к нему как бы лучше, чем к женщине, скажу так. То есть он меня возит, он меня как бы не должен подводить никогда. Я его всегда любею и ухаживаю. По словам Алексея, каждый год желающих примкнуть к байкерскому движению становится все больше. Этим летом ангарские мотоциклисты каждую неделю собираются на выезде из города в районе водохранилища. Маневры отрабатывают за городом, чтобы не пугать случайных прохожих, и шум не мешал отдыхать остальным. Точные даты и время встреч можно найти в сообществах байкеров в социальных сетях. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов, Местное время.